Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Объект сдали в эксплуатацию на месяц раньше срока. Отмечу, что работа по предоставлению услуг во время ремонта не заканчивалась. Как делятся сотрудники ежедневно, к ним в офис обращаются около 300 человек. 1 августа было открытие. Сделали приятные условия работы для жителей нашего города, для сотрудников наших. Мы обслуживаем более 300 человек в день. У нас большой отдел. Мы находимся в центре города Макеевки, поэтому посещаемость граждан у нас большая. Также в рамках рабочей поездки губернатор Югры посетил одну из школ, в которой оформили учебное пространство и наладили организацию бесплатного горячего питания в соответствии с российскими стандартами и санитарно-гигиеническими требованиями. Это стало возможным благодаря ремонту пищеблоков в шести школах и одном детском саду. Также для образовательных учреждений приобрели технику, художественную литературу и учебники. В свой 57-й день рождения празднует авиакомпания ЮТР. Больше полувека назад предприятие появилось в Сибири и стал момент помогать в освоении новых земель и месторождений. При помощи авиатехники строились города и инфраструктура, в том числе нефтегазовые отрасли. Благодаря переводчику Тюменской области стала энергетическим центром страны компания «Крыльями» Западной Сибири. На сегодняшний день в ЮТР работают больше 9 тысяч сотрудников. Авиапарк насчитывает 350 самолетов и вертолетов в маршрутной сети свыше 120 направлений. Сургут, наряду с Тюменью и столичным Внуково, является одним из хабов предприятия. Сургут с днем рождения поздравит группу Любе. О том, что для жителей самого крупного муниципалитета Югры, споет Николай Расторгов, рассказал на своей странице городоначальник Андрей Филатов. Идеи для празднования Дня России 430-х годовщины со дня образования нашего города начали продумывать в прошлом году. На 12 июня власти планируют также пригласить советский и белорусский вокально-инструментальный ансамбль «Сибры». И этими гостями, вероятно, программа не ограничится. Учеников трех школ Сургута частично перевели на удаленку. Эти меры предприняты из-за подозрения заболевания корью. На домашнее обучение отправили школьников из начального звена и двух старших классов разных образовательных учреждений. Коснулась мера тех, кто не болел этой инфекцией и не вакцинировался от нее или поставил прививку менее трех недель назад. Отмечается, что в эпидорасследовании у специалистов Роспотребнадзора находилась одна группа детского сада Сургута. По результатам, случай во вторник утром не подтвердился. Проводится незамедлительное эпидемиологическое расследование. Определяется круг контактных лиц. У круга контактных лиц определяется прививочный анамнез, инфекционный анамнез по отношению к коре. И потом уже на основании полученных данных принимается решение по недопущению или отстранению этих детей от образовательного процесса в случае регистрации коревой инфекции, как в школе или, например, в детском саду. После того, как этот диагноз подтверждается, они в дальнейшем продолжаются в течение 21 дня. По данным Роспотребнадзора в Сургуте, за первый месяц года зафиксировали более пяти подтвержденных случаев кори среди взрослых. Доминировали в числе заболевших люди, работающие вахтовым методом в нашем муниципалитете. Напомню, корь передается воздушно-капельным путем. Один инфицированный может заразить до 18 человек. Характерные симптомы этого заболевания. Высокая температура, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, позже присоединяется сыпь. Она появляется сначала за ушами, на лице и спускается вниз по телу. Если избегать профилактику этого диагноза, возможны осложнения в виде отита, слепоты, потери слуха. Из-за этого мы активно всех призываем. Пожалуйста, проверьте свой прививочный статус по отношению кори, инфекционный статус по отношению кори. Если вы сомневаетесь в своей безопасности, защищенности, можете сдать и проверить защитный титр антитела. Это иммуноглобулина класса G. Мы призываем родителей, ни в коем случае не приводите, пожалуйста, детей с признаком инфекционного заболевания в детские сады. Не отправляйте, пожалуйста, в школы, в дополнительные кружки и занятия. Так как за банальной маской ОРВИ может не скрываться высоко контагиозное инфекционное заболевание, такое как кори. Одно из важнейших событий года – страна готовится к проведению президентских выборов. Нововведением станет возможность электронного голосования в некоторых регионах страны. Кроме того, для отдельных категорий жителей предусмотрены мобильные участки для реализации избирательного права, а также система досрочного голосования. Также внимание уделят обустройству и современному оборудованию всех участков для безопасной, современной и комфортной организации волеизъявления жителей. Готовятся к процессу и в Сыргутском районе. В соответствии с законом досрочное голосование у нас начинается 25 февраля. Пока ориентировочно будет задействовано 19 участковых избирательных комиссий. Будут применяться как авиатранспорт, так и автомобильный, ну и где-то снегоходы «Буран». А также сейчас активно работаем с представителями нефтяных компаний на предприятиях с непрерывным циклом работы. У нас тоже есть возможность выехать досрочно, чтобы работники проголосовали. В Сыргутском районе в общей сложности откроют 50 избирательных участков. До этого момента специальные службы там проведут необходимые работы по организации и обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности. Для осуществления четкого контроля за ходом выборов, их прозрачности и легитимности будут работать обходчики и общественные наблюдатели. У нас была большая лекция, посвященная психологическому общению обходчиков с избирателями. То есть разбирали всякие стрессовые ситуации и так далее, специалисты. Это первая часть обучения, вторая. Непосредственно обходчики будут работать с мобильным приложением. То есть у каждого обходчика будет мобильное приложение, где будет анкета. Анкета будет состоять из шести вопросов, то есть простейшие вопросы. Обходчик на месте будет заполнять и все данные будут передаваться в Центральную избирательную комиссию. Три победы в четырех последних матчах. Волейбольный клуб «Газпром Юграх» в третьей части предварительного этапа российской суперлиги набрал хороший ход. Сургутская команда на выезде обыграла «Динамо» из Ленинградской области. Нижегородский АСК уступила дома новоуренгойскому факелу и на своей площадке принимала «Кемеровский Кузбасс». Эта команда относится к топ-клубам страны и в 2019-м была чемпионом России. Как складывался этот поединок, расскажем далее. Кемеровский Кузбасс перед матчем в Сургуте находился в пятерке ведущих команд России. Клуб лишь в январе прервал уникальную серию, в которой 14 матчей подряд набирал очки и сыграл один за другим шесть пятисетовых поединков. С того момента начался спад. За шесть турниров из 18 возможных баллов горняки добыли лишь семь и опустились с пятой на две позиции вниз. Наверное, может быть, мы находимся сейчас на периоде спада каком-то и психологическом, и физическом. Потому что какие-то моменты мы держимся, потом начинаем ближе к концовке проваливаться. Не забили много доигровок очень. Не выдержали прием и уже на фоне усталости начали ошибаться на подаче. Сургутяне напротив, кажется, набрали форму. «Газпром Югра» в четырех последних матчах одержал три победы. А, пожалуй, наиболее яркой как раз и стала встреча с Кузбассом. Ее хозяева начали плохо 1-6. Но уже через пару расстановок счет на табло сначала сравнялся, а затем, благодаря блестящей работе в защите, сургутяне вырвали победу в сете 25-20. В первой партии мы вели 5-1, а потом растеряли это преимущество, еще раз говорю, на реализации простых мячей. Потом, конечно, когда Жиганов расподавался, очень сложно бороться с такой скоростью. Во втором сете давление на подачу сургутяне снизили, а Кузбасс напротив усилил, отодвинув хозяев от сетки, чем затруднили построение атак, лишив возможности нападать быстро с участием центральных игроков. Вообще игра так началась плохо. Они подавали не самую сусильную подачу среднюю, мы не могли справиться. Потом мы также подавали свою не самую сильную подачу. Сегодня наш зал был, как Рафаэль Толгатов сказал, какой-то космический. Никто не мог справиться с подачей. Кто подает в этом зале, тот выигрывает. Сегодня было так. В третьей партии игра опять развернулась. На площадку вышел Вадим Ажиганов, и вместе с Иваном Каратаевым и Раджабом, они раз за разом находили бреши у Кузбасса при вводе мяча в игру. У гостей же почти ничего не получалось. За матч соперники совершили 36 ошибок, а ключевой стала четвертая партия. Когда мы не подаем 7 неподач до счета 14 в четвертом сете, мы не можем выиграть. Поэтому все это вытекает из тренировок, над чем мы и будем работать в дальнейшем. Командная игра, самоотверженная игра команды была. Плюс в концовке опыт Лехи сказался, нужный очень мяч забил. Плюс 2 и Сараджа, оно предупредил ситуацию. Хотя могло закончиться все проще, потому что Кузбасс начал рисковать на подачи и за партию не подал 8 подач. То есть нам подарили и начали, можно сказать, в фору 8-0. Кузбассу за счет более-менее стабильной атаки удавалось сохранять равную борьбу до счета 19-19. Сургутяне смогли зацепить пару розыгрышей в защите, которые завершили Родичев и Раджаб. Они же решили судьбу всей игры. Диагональный Сургутян отправил в площадку две неберущиеся подачи, а экс-капитан нашей команды на опыте отыгрался от рук блокирующих. 25-21 в партии и 3-1 в матче. Газпром Югра взял реванш у кемеровчан за поражение в первом круге с аналогичным счетом. А эта игра, оказалось, похоже, стала последней для наставника Кузбасса. Алексей Бабешин был отправлен в отставку с поста главного тренера. Сургут хорошо играл, хорошо защищался. Подача у них летела сегодня как надо. Молодцы с победой. Мы, в свою очередь, возим ноль. Примечательно, что этой яркой победой сургутяне добились без одного из лучших своих игроков. Петер Кирсманович на тренировке получил серьезную травму руки и выбыл на неопределенный срок. Серб является вторым во всей Суперлиге по числу результативных блоков. Конечно, Петера не заменить. Он наш сербский легионер, который нам очень помогает. Но и мы с Димой сегодня поработали, я думаю, хорошо. Мы тянемся за Петером. Он у нас как учитель, а мы его ученики. Но, я думаю, мы его догоним уже скоро. Следующий матч «Газпром Югра» проведет сегодня в Уфе против Урала. А ближайший домашний поединок запланирован на воскресенье. В Сургут приедет Красноярский Енисей. Мария Ливанян, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут-24. Это была последняя новость выпуска. Далее блок коммерческой информации и прогноз погоды. Об этих и других событиях читайте и смотрите на нашем сайте. www.indefisnews.ru и в соцсетях ОМЕДИА. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok А вы знали, что в Сургуте открылся ресторан «Том Ям Бар» с большим выбором легендарных супов «Том Ям» от демократичного за 399 рублей до роскошного «Ройал Тай». Здесь можно найти известные хиты тайской, вьетнамской, японской и китайской кухни. Закажи столик в «Том Ям Бар». Приходите в центр «Акватория» для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате «Морфеус-8». Инновационная технология безоперационного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица, признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону 59 35 35. «Акватория», улица Магистральная, 36. Там, где есть комнатные цветы, царят уют и гармония. Там, где есть комнатные цветы, есть стиль и индивидуальность. Выберите свои комнатные цветы в магазине «Цветы мира». Популярные и редкие растения в горшках, прекрасный выбор кашпо, а также дополнительных аксессуаров для создания особой атмосферы дома или в офисе. «Цветы мира». Телеплюс. Провайдер то его города. «Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы». Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tenfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Авторадио. Крупнейшая коммерческая радиостанция и несомненный номер один в автомобилях. Нас слушает множество людей. Ведь Авторадио – самая узнаваемая радиостанция страны. Радио-рекордсмен, которое любят и которое цитируют. На котором любимые программы и проекты. А еще Авторадио – это доказанный рост прибыли рекламодателей до 69%. Радио слушают. Авторадио любят.